Когда соседи не могут найти общий язык. В нашу редакцию обратились жители дома 5А по проспекту Текстильщиков. Они в корне недовольны работой своей управляющей компанией «Прогресс». Даже судили с надеждой поменять организацию. Однако ВОЗ и ныне там. Подавляющие большинство жильцов сговорчивее этих. Недовольство привыкли держать при себе. Уйти мы не смогли, суды не помогли, потому что управляшка расколола коллектив дома на два враждующих лагеря. Она подыскала себе, как в некоторых кругах сказали, подельницу, которая на них работает. Она подписывает им все акты, все протоколы, якобы проводимых в собрании. Хотя в основном все собрания, все протоколы и все акты сфальсифицированы. Она им все подписывает. За это, как мы выяснили, она имеет материальную мзду. Два года назад в подвале установили счетчик на теплоэнергию. Все подсоединили, но приемку прибора не провели. Жители платят по нормативу. Со счетчиком, как и мы рассказали энергетики, экономия составила бы 30-40%. Однако помочь пенсионерам сберечь деньги и запустить счетчик в работу в интересы управляющей компании, видимо, не входит. Мы обращались в управляющую компанию по этому поводу. С письменным заявлением. Третий месяц пошел. От управляющей компании ни ответа, ни привета, ни объяснения. Хотя они обязаны в месячный срок дать ответ. Ответа нет. Иллюстрации тому, что управляющая компания относится к своей работе спустя рукава – вот это контейнерная площадка. Главным ее украшением, фактически вишенкой на мусорной куче, можно считать новогоднюю елку. То есть не приводили территорию в порядок минимум три месяца. Антисанитарии постоянно. А летом будет вонь. А вот эти мешки так и не увозятся, потому что машины приезжают забирать крупногабаритные. Они не могут поднять очень высокие борта. Что-то надо делать или бункер ставить. Ну, в общем, антисанитарии ужасные. Водят мимо этой помойки детей в сад. Школьники идут. И люди идут на работу. Это ужас какой-то. Мы живем, я не знаю, не люди, а какие-то животные. Фотографии зловонной кучи наш телеканал отправил в Твиттере Народному инспектору. Это аккаунт, созданный специально для прямой связи мэрии и горожан. На следующей неделе обязательно проверим, могут ли повлиять новые технологии на старую привычку коммунальщиков не видеть своей работы. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.